итак дорогие друзья всем шаву а то всем хорошей недели чтобы была хорошая прекрасная неделя чтобы все кто хотят выздороветь выздоровели чтобы все кто хотят благополучия было вас благополучие чтобы все кто ушел из этого мира значит чтобы их души поднимались в хороший хороший мир чтобы получили они от вас кто учит тору духовную силу для подъема и мы начнем главу шлах значит как вы помните предыдущая недельная глава закончилась болотка закончилась тем что так закончилась тем что мире родная сестра машера бейну она говорила лошонара лошонара злоязычия промашера бейну и всевышний и послан на него проказу то есть не началось кожное заболевание которое покрыло все ее тело и на 7 дней она была вне стана то есть те кто заболевали этой проказы их удаляли из общества людей то есть те люди которые говорят злоязычие злоязычие это даже если это правда даже правда это не обман это когда человек говорит на другого ты будешь это злоязычие когда он говорит про кого-то он плохой человек это злоязычие то есть когда человек негатив распространяет вокруг себя в мире то на высоком духовном уровне это огромное преступление то есть портит своими словами своими мыслями он портит окружающий мир и естественно получается это наказание и вот в конце прошлой главы всевышний показал конкретно что даже если ты праведник или наоборот тем более если ты праведник и ты в это время говоришь негативные вещи то это вызывает огромные огромные негативные последствия теперь начинается следующая глава шлах она начинается тем что и сказал бог маша шлах лэка нашим в этуру и тэрэцк на ашер анино тэн ливне израэль и шахад и жахад лимате а вот а значит сказал бог маша пошли пошли людей обследовать обследовать посмотреть землю которые отдаются нам израиля одного человека от каждого колена пошли значит и послал их маша из пустыни паран по слову бога он их послал значит и дальше идут имена тех кого он поставил от каждого колена по одному и от колена от колена эфраема он послал кого юшуа бенуна своего ученика юшуа бенун и он ему дал добавил к имени юшуа это будет спасение да он ему добавил как бы чуть-чуть изменил его имя и сказал им обследуйте землю посмотрите какова она какой народ сильны они или слабые мало их или много что за земля в которой они живут хороша она или не очень какие города в которых они живут они открытые или укрепленные и кстати интересно вот как вы думаете как вы думаете когда он говорил обследуйте города обследуйте города они открыты или они окруженные стеной в каких городах живут более сильные люди в открытых или в укрепленных стеной ус натора нам сообщает вот этот нюанс почему сказал все это обследуйте и возьмите плоды этой земли чтобы мы все посмотрели так он послал этих разведчиков значит здесь мы видим несколько уроков мы отсюда учим сегодня первый день главы и мы чуть-чуть прочитали и давайте разберем какие уроки мы из этого учим значит то вот человек идет на какое-то дело с одной стороны он должен все исследовать семь раз измерь один раз отрежь надеюсь народная мудрость 7 раз отмерь один раз отрежь то есть нужно все исследовать попробовать и так далее с другой стороны есть такой закон что тот кто уверен в боди его милосердие будет окружать то человек который сомневается он но он может не семь раз отмерять он может 77 раз отмерять 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 и так и не принять решение а другой человек он принимает решение быстро делает и у него или получается или не получается какую стратегию выбрать значит однозначного ответа у меня лично нет однозначного ответа потому что здесь бог сказал маша рабы ну если вы обратите внимание он сказал шла хлаха пошли себе он говорит выбор за тобой с одной стороны я бог я уже пообещал иврейскому народу что я вас выложу из египта и веду вас землю текущим молоком и медом то есть земля в которую вы должны зайти и которая которая эта земля она ваша то есть это уже было предо как бы предопределенного потому что наполнилась чаша грехов того народа которые жили там там жили и дал поклонники страшные люди человеческие жертвоприношения там злодеи мадия колдовство то есть они были совершенно страшные люди эти населяющие землю хнаан и как с городами с дом и амора когда чаша их грехов превысила возможность их существования в этом мире то бог уничтожил с дома амору и даже авраам авраам который был великий праведник он молился богу и просил бога а вдруг там есть праведники ты оставишь город бог говорит да если есть там внутри праведники я оставлю авраам говорит если есть 50 оставлю 40 оставлю 30 оставлю и так далее и так далее и так далее но оказалось не было там праведников и здесь тоже самое та же самая история земле израиля на тот момент уже было решено земля хнаан что она переходит в она возвращается во владение к потомкам шета то есть она изначально когда ноах вышел из ковчега она принадлежала потомкам шета шет это сим на греческом произношении семиты да и вот эти кнанские окна они это были потомки кнана да то есть они были какое-то время не там жили но уже их время истекло и что значит то можно было заходить но машера бейну к нему пришли люди и люди ему говорят помните было в предыдущей главе когда люди начали жаловаться они начали жаловаться что им мяса не хватает что и плохо хорошо было видеть то есть свойство людей жаловаться и это свойство но яд то есть когда человек жалуется когда человек видит негативное когда человек вспоминает что когда-то было хорошо а вот сейчас плохо вот если вся вот это все я такой конкретный яд и значит в той главе машера бейну спас всех он молился всевышнего чтобы гнев всевышнего на вот этих жаловщиков остановился и значит маше их спас но здесь они опять пришли к машера бейну говорят мы хотим узнать какая земля вдруг как нам воевать как нам заходить то есть они начали опять что делает негативщик да негативщик он берет он как бы вот есть модель мира да модель мира она она как сказать вот как сейчас есть квантовая психология квантовая физика то есть зависит от наблюдающего то есть то как ты видишь это влияет на то что ты видишь и но по факту как бы до того как ты увидел все находится в состоянии как царь салмон говорил эвэль эвелим пар паров то есть все это нити такая иллюзия вот человек берет и начинают эту иллюзию воспринимать и он у себя в голове он же воспринимает только световые сигналы звуковые сигналы и он у себя в голове смотрит строит модель мира если он негативщик он ее раскрашивает в темные цвета он ее такую прямо на нее накладывает такие фильтры негатива зла и он как бы он же не знает какой мир но он говорит мир ко мне плохо люди ко мне плохие люди сами по себе плохие все будет плохо и он начинает эту модель мира он начинает ее у себя в голове уже есть свобода выбора внутри своей головы и он ее делает негативной теперь ну ладно можно сказать но делает он ее негативной пусть делает какая он же сам мучается то есть он себе сделал эту негативную модель мира ее запаковал своей уверенностью, что это так ну пусть мучается, негативщик пусть мучается, но он же влияет на окружающих людей, на мир тоже, негативщик он же не живет в вакууме он тут же внутри он же по образу и подобию Бога он творец, у него есть внутри Всевышний и он сквозь Всевышний, сквозь этот фильтр начинает влиять на мир и получается, что негативщик сплетник, злоязычник он не просто он себе портит жизнь он портит жизнь и окружающим людям когда человек говорит злоязычие лошонара написано, что страдают трое тот, кто говорит он в этот момент, когда он говорит злоязычие он это зло, как бы он его внутри он его производит дальше, страдает тот, кто о ком говорят потому что о нем говорят зло, которое его позорит и страдает тот, кто слушает потому что он вообще утром проснулся в хорошем настроении думает он не был негативщиком он думает какой мады они благодарен у меня перед тобой всевышний такой день вдох-выдох я жив небо есть есть слава богу небо облачки и так далее он такой все и тут он встречает этого злоязычника негативщика и тут ему говорит ты не знаешь просто ты не знаешь где ты находишься сейчас я тебе все расскажу вот тот про тебя сказал плохо вот тот про тебя сказал плохо и вот тот про тебя сказал плохо вот и я тебе добавлю что-нибудь плохое еще да и тот человек у которого был прекрасный день у него день уже сломался все мало этого он уже ненавидит тех про кого сказали хотя правда это неправда так их поняли так поняли понятно да идея значит бог создал всех с возможностями выбора своих мыслей то есть у человека есть полная свобода много замыслов в сердце человека для человека пути его сердца да то есть много есть в притчах в то ли что у человека есть свобода выбора внутри полная полнейшая как думать как интерпретировать вплоть до того что например Йосеф да братья возьмем братья братья вот Йосеф он значит плохо про нас сказал он такой он хочет над нами властвовать они себе надумали все судим его судим убить его нет продать его все Йосеф попадает он в яму он говорит слава богу вообще слава богу интересно что со мной происходит в тюрьму слава богу слава богу интересно куда меня Всевышний ведет дальше стал он премьер-министром он и там слава богу пришли братья говорят вау там как же мы могли он говорит ничего страшного слава богу значит это не вы меня сюда послали это Всевышний меня сюда послал потому что значит вы меня это не вы вообще это Всевышний кто вы это Всевышний всем управляет или например или например рабе Акива его убивают римляне разрывают этими крючами ученики говорят это Тора это награда за Тору ангелы Всевышнему говорят это Тора и это награда за Тору что творится а рабе Акива говорит я всю жизнь об этом мечтал отдать душу за Всевышнего спасибо тебе Всевышний за такую замечательную возможность умереть освещая имя Всевышнего вот пожалуйста то есть мы видим что объективной реальности как таковой нет есть человек который внутри себя выстраивает свою субъективную реальность и дальше когда он ее выстроил этот человек который является творцом он начинает влиять и вначале он творит свой мир то есть в зависимости от своих мыслей он принимает решения в зависимости от решения он начинает действовать дальше он сталкивается с другими людьми и он может или вредить другим людям или он может приносить пользу другим людям те кому он вредит они ему естественно ответят тем же да потому что как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале так сердце человека отражает твое к нему отношение если ты идешь к человеку и ты думаешь про него плохо ты можешь рассчитывать конкретно что он тебе это плохо подтвердит то есть ты его таким создаешь ты на него влияешь получается получается у нас что что когда маша рабы но к нему пришли люди вот те же самые люди которые в предыдущей главе в предыдущей главе люди которые плакали вообще и кричали нам в египте было в рабстве хорошо пришли теперь эти же люди а давай пошлем разведчиков и маша рабы но за сомневался он говорит свыше ему что мне делать или мы сейчас вот мы были в трех днях ходьбы от земли израиля и сказать им людям нет все значит хватит я бы не буду вас слушать идем бог нам пообещал эту землю к разница уже идем вперед идем вперед проехали или же послушать он богу что бог ему говорит шла хлаха посылай себе как ты хочешь хочешь посылай разведчиков хочешь не посылай твой выбор точно так же бог говорит каждому из нас хочешь так думать пожалуйста хочешь так думать пожалуйста свобода выбора все это был первый отрывок недельной главы шлах шлах лыха пас пошли себе разведчиков дальше мы узнаем они вышли как раз в сегодняшний день завтра мы узнаем что было дальше теперь мы переходим ко второй части нашего урока дальше мы изучаем книгу мишлей притчи царя сломона эту книгу можно заказать у нас на сайте получить ее и в живую читать читать значит каждую неделю по одной главе с комментариями и все деньги которые идут от продажи этой книги идут на распространение урока вторых то есть вы участвуете конкретно в распространении божественного света что дает вам огромную силу и поддержку всевышнего ваших ваших проектах делах и мыслях когда мы помогаем всевышнему распространяя его свет то всевышний помогает нам значит сегодня у нас 4 июня 4 глава 4 глава в ней давайте открываем буквально 1 2 отрывка 2 отрывок 4 главы его произносят 2 отрывок 4 главы произносят очень часто каждый раз при чтении торы произносят этот отрывок значит человек ахтов на таки лахэм тора ти альта азову значит бог говорит еврейскому народу что лекахтов на таки лахэм я вам дал учение доброе тора это доброе учение она дает человеку который изучает тору она дает ему понимание что такое добро и как это добро получить потому что вот мы разговаривали недавно буквально несколько дней назад с одной девушкой которая она ищет все люди ищут одно и то же все ищут счастье и добро все хотят быть счастливыми и хотят чтобы им было хорошо хорошо а как это хорошо она говорит а я же плохого ничего не делаю я говорю а ты знаешь что такое плохое она говорит ну конечно знаю каждый знает я говорю вот именно вот в этом и весь ответ почему религия она отличается от таких вот просто духовных течений в духовном течение добром объявляется то что тебе нравится мне я говорю мне нравится твоя сумочка я ее заберу может быть она говорит в смысле я говорю ну это же классно ведь это же добро делиться добро значит переносить людям радость правильно ты же согласна гаррида я после это сумочку забираю она говорит нет почему ты мою сумочку забираешь я говорю потому что я считаю что это добро и ты согласна что добро делиться и тут возникает на этом месте возникает вопрос а что такое настоящее добро что такое хорошо что такое плохо что такое правильно что неправильно если человек отпустить это на решение каждого отдельного индивидуума получится эгоизм я значит что добро забрать у тебя сумочку а ты считаешь что добро мне ее не отдать мы подрались оба дрались за добро поэтому есть всевышний который установил что такое добро что такое зло и он как раз вот именно это он и сказал что смотрите в этом и есть самое главное в этом мире достижение это соединиться со всевышним через принятие его всевышнего замысла что такое добро что такое зло и это то что здесь выражено во втором отрывке бог говорит телеках то в доброе учение на таки лахэм дал я вам тора ти не просто тора тора это учение он говорит тора ти тора моя мое учение то есть бог он когда давал тору это его мысли когда ты соединяешься с богом и говоришь я принимаю твои мысли я думаю так как думаешь ты то ты с богом соединяешься в одно целое в резонанс тора ти альта азову не оставляйте ее вот тут очень интересный момент что человек он все время думает он у него в голове все время крутятся мысли и большинство людей говорят что это мои мысли так они говорят вот они говорят вот это мои мысли тогда возникает вопрос вот ты сегодня думаешь одно завтра другое а когда ты с собой споришь кто с тем спорит у чеков внутренний спор и ему голос говорит ну ты неправильно поступил да не ладно я правильно посту мнение не ты неправильно поступил психологи говорят это надо же как-то это назвать один значит фриц перлс у него эти разговоры его задолбали он назвал собака сверху собака снизу он говорит у меня голова он написал это основатель дештальтерапии книгу своего назвал внутри и вовне помойного ведра то есть он назвал свое мышление помойным ведром и вот эти два разные голоса внутри он назвал собака сверху собака снизу другой ученик фрейда которого звали эрик бёрн он назвал эти разговоры внутри родитель ребенок и тот кто между ними разруливает взрослый значит в разных разных направлениях психологии они называются по разному но фактом является то что в голове у человека звучат разные голоса разные мнения и что это 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 кто кто разговаривает вообще в моей голове кто с тем спорит все эти голоса это это как записи чьих-то мнений конечно же большую часть своих представления жизни мы взяли от родителей поэтому можно назвать эти голоса которые говорят те слова которые когда-то говорили нам родители родители то что сделал эрик бёрн а значит фриц перлс назвал это собака сверху почему так назвал непонятно но он назвал это собака сверху это тот кто на тебя гавкает и пытается тебя заставить вести в соответствии с этими правилами теперь голос который не хочет подчиняться эрик бёрн назвал внутренний ребенок а фриц перлс назвал собака снизу значит есть какая-то часть которая не хочет подчиняться а что это я не тора называет эту часть внутреннее животное то есть это не фэш бэймит животная душа что делать где свобода где вообще где моя душа где высшие вы вот у меня есть высшие значит проявления какие проявления хари кришна так это не мои проявления это мне кто-то напел на улице какие-то хари кришны а это что а это что у чека вообще своих внутри мыслей нет потому что все мысли которые есть в голове у человека они попали в голову на том языке на котором он разговаривает от других людей теперь бог говорит в во второй главе в четвертой главе мишлей второй отрывок дала вам хорошее учение тору мою не оставляйте ее то есть что имеется ввиду имеется ввиду что всевышний конкретно через пророков сообщил о том как все работает что надо делать и когда ты вместо мысли каких-то людей непонятно хорошо вы можете сказать пророки тоже люди маша раббена тоже был человек мы не говорим что он был не чек что он родился там от голубя да он не был нет голубя не от духа святого он также как все люди родился от папы и от мамы и есть третий партнер в каждом человеке маша раббена не отличается от каждого из нас у каждого есть третий партнер божественная душа то есть божественная душа есть папа есть мама и на соединение этого появляется такая система дальше в этой системе появляется интеллектуальная интеллектуальная надстройка которая называется интеллект которая собирает знания о том как работает этот мир и в эти И в эту интеллектуальную настройку попадает какое-то знание, с помощью которого человек пытается реализовать зов своей души, зов Всевышнего. Это как раз знание духовности, назовем это так. Дальше у человека есть выбор. И кто-то говорит, действительно, а почему я буду вообще всю жизнь... Я читал буквально недавно такую историю. Был один голливудский продюсер, очень голливудский продюсер, это было, правда, 60-е годы, очень богатый, очень успешный. Но ему было 40 лет, и он настиг кризис среднего возраста. Когда в 40 лет ты вдруг понимаешь, что то, за чем ты гнался до 40 лет, оно перестает тебя удовлетворять. Ты гнался или догнал, или не догнал, но ты понимаешь, что внутренний фон становится почему-то такой негативный. Ты не понимаешь, тебе или скучно, или плохо, или непонятно. И он решил, что он переработался, и он уехал в Камбоджи. Приезжает он в Камбоджи, думал искать духовность в буддистских монастырях. И вот он, значит, ищет духовность в буддистских монастырях. И тут вдруг он видит на улице голодные дети, голодные умирающие дети. Он увидел этих детей, дал им накормил их, и они были так счастливы от этой еды, что он просто от их счастья, он испытал сам невероятное счастье. Помните, мы начали урок с того, что негатив передается, и счастье передается. И когда ты можешь перенести реально искреннее счастье кому-то, то это счастье, оно так же к тебе передается, как и негатив другого человека. И он, накормив голодных этих камбоджистских детей, он увидел, что такое настоящее счастье. И когда он спросил, с тем-то он об этом разговаривал в Камбодже, ему сказали, сходи на городскую мусорку, посмотри. Он пошел туда и увидел сотни детей-сирот, которые просто с голода умирали, ползали там по этой мусорке. И он почувствовал их боль, и он понял, что он не может теперь спокойно жить, и он начал деятельность по их спасению. Но он вначале не мог определиться, чем в жизни заниматься. И он вернулся в Голливуд, потом приехал опять в Камбодже, спасал этих детей, он снял несколько квартир, начал организовывать деятельность по их спасению. И когда он как раз там был, он ждал какого-то сигнала, правильно он делает, куда двигаться. И тут в этот момент раздался звонок телефона. Звонил какой-то голливудский актер, суперстар, который имел в жизни все. То есть он имел в жизни десятки миллионов долларов, частный самолет. И он кричал в истерике из своего частного самолета, что он не может так тяжело жить. Ему дали плохую еду невкусную в самолете. И он понял, что там, вот, ни в самолете в частном, ни в миллионах долларов, там счастья нет. Он это принял как знак, что в Голливуде ему больше делать нечего. Потому что он там достиг уже, ну, даже если бы он двигался дальше, он понял, что он не нашел бы там дальше удовлетворения. И он остался в Камбодже, сделал фонд, спасал этих детей. И испытывал огромное счастье, принося счастье другим людям. Значит, все в жизни гонятся за счастьем. Все в жизни хотят быть, хорошо жить. Но что такое хорошо, каждый выдумывает сам. И, к сожалению, человек не может выдумать, как хорошо жить. Нет ни одного человека, включая Фрейда, Перлза, Берна, который умер там в 60 лет и три раза был разведен и так далее. Они не знают, как жить. Человек своей головой, своей собакой сверху, собакой снизу, ребенком, родителям и так далее, он не может додуматься, как жить счастливой жизнью. Поэтому мы изучаем Тору. Это то, что Бог сказал царю Соломону. И царь Соломон передал нам в книге притчи. Это Тора, которую Машарабену Моисей получил от Бога. Это книги пророков, где Всевышний, он говорит, я вам дал свое учение. Торати, Тору Мою, Альтазову, не оставляйте ее. Вот в Торе есть счастье, в Салмах есть счастье, в том, что в 10 заповедях есть счастье. То, что Бог назвал добром и то, что Бог назвал злом. То есть, если ты делаешь добро, то, что Бог назвал добром, и так, как Бог сказал это делать. Если ты не делаешь зло, то, что Бог назвал злом, и так, как Бог сказал, этого нельзя делать. Вот тогда ты можешь прожить счастливую жизнь, каждое выполнение воли Всевышнего поднимает тебя на следующий духовный уровень, и когда тело отмирает, вот это вот 80 килограмм, вертикально ходящая лужа, когда она отваливается, то человек остается, потому что уже при жизни он был уже связан со Всевышним. Все, всем хорошего дня, чтобы мы это помнили, чтобы мы это применяли, чтобы мы это делали, и чтобы Всевышний каждому из нас давал знать, что мы идем по правильному пути, через благополучие, через доброту, через счастье, через выполнение наших молитв и пожеланий. И чтобы мы понимали, что если что-то не ладится, если что-то болит, если что-то сломалось, то это знак, что мы идем в неправильном направлении Когда страдания пришли на человека, он должен проверить свои дела А если он проверил и думает, что это из-за других или случайность, значит он не учил Тору Он не знает, где он нарушает волю Всевышнего Любое страдание в этом мире равно нарушению воли Всевышнего Все, удачи, успехов, всем до завтра, завтра в 10 утра, продолжаем изучать Тору До завтра